всем большой привет друзья рада вас сегодня приветствовать на моем канале хочу сегодня вам показать некоторые свои покупки с алиэкспресса преимущественно конечно это ножи и поделиться с вами своими разочарованиями от этих покупок но безусловно нет всех но некоторые честно говоря меня просто ввели так сказать в ступор но давайте по порядку и наверное ночной все-таки не с ножей здесь у меня есть вот такие вот пакетики маленькие камушки думаю всем известное заказывала я микс разных цветов наборе их пришло 50 штук точнее даже мне продавец их вложил 53 то есть немножечко больше они вот такие вот достаточно яркие похоже на такие сахарные конфетки очень красивые но а есть у меня конечно небольшие претензии к качеству с обратной стороны они местами такие немножечко затертые ну ладно с обратной стороны их никто видеть не будет но и сама вот это вот сахар на так сказать набивка она и местами есть не такая уж и равномерная то есть и сами вот эти кругляшки тоже они ну как бы не совсем они ровные то есть они не круглые а бывают таких каких-то непонятных форм то есть немножечко как бы выступают какие-то края то есть принципе конечно качество могло бы быть и получше но я думаю что в принципе в слое в качестве каких-то небольших акцентов то вполне можно их использовать также я заказала несколько ножей покажу вам ну давайте наверное начну все таки с этого ножа значит заказывала я такой набор ножи вместе со штампами сейчас я его открою покажу вам вообще я на алиэкспрессе посматриваю такие наборы потому что мне очень нравится когда есть нож и когда есть к нему штампик то есть это очень удобно вот у меня есть набор когда-то вам показывала набор с листиками и ну мне очень нравится потому что действительно они очень универсальные хорошо подойдут к любой работе здесь вот такой вот набор мне понравились вот эти цветы то есть похожи они на пионы есть такая большая здесь цветочная композиция четыре цветка и также разные мелкие надписи и этот набор он очень долго мне шел и трек номер не никак не пробивался в конце конечном итоге появилось сообщение о том что покупал продавец отменил отправку и мне пришлось подать открыть диспут как то спор был решен в мою пользу мне вернули деньги но через некоторое время все-таки до меня этот товар дошел и честно говоря меня начала немножко мучить совесть потому что я думаю ну как же товар мне все-таки пришел а деньги получается мне тоже вернули но думаю все таки значит для начала я попробую и что я вам скажу к самим штампам у меня претензий нет штампы очень хорошие сейчас я вам покажу как получается здесь оттиск я кстати не пробовала еще делать имбосинг надо будет попробовать хотя имбосинг конечно с такими очень мелкими детальными прорисовками может хорошо и не получится то есть все таки надо будет попробовать для того чтобы сформировать окончательное мнение но цветочки получаются очень даже симпатичными ну и вот дальше собственно мое разочарование начала я искать как какой же шесть трех вот этих ножей подойдет к этому цветочку как оказалось не один а все потому что ножики сделаны в обратную сторону то есть для того чтобы этот цветок мне вырубить мне нужно развернуть нож обратной стороной то есть сейчас я даже его не знаю сейчас найду его не найду где этот цветок именно это да вот вот так вот то есть но как вы сами понимаете ножи сделаны неправильно не с той стороны сделано само лезвие ножа в принципе конечно как я думаю да можно вырубить вначале ножом и затем уже на этом вырубном кусочке поставить штамп то есть перевернуть на обратную сторону но вырубка имеет лицевую изнаночную сторону соответственно штамп на изнаночной стороне будет сразу понятно что это изнанка то есть я уже честно говоря у кого-то в видео когда-то я видела что такие казусы случаются вплоть до того бывает даже что ножи не соответствуют размерам штампа бывает и такое но так как у меня прошлый мой набор был вполне удачным я понадеялась что здесь будет все в порядке но как вы видите нет то есть для того чтобы то есть вариант такой либо вырезать на изнанке ставить потом штамп либо же ставить штамп и вырезать вручную поэтому и смотря исходя из этого я решила не возвращать деньги потому что ножи эти оказались совершенно не нужными как хотя конечно жалко вот такие вот большой нож вот для этой большой композиции здесь она вообще такая красивая здесь и вот эти цветы и наверное это все таки не пионы а чайная роза потому что здесь есть вот эти вот как они называются ягодки да не ягодки вот которые остаются от отцветших бутонов ну в общем то вот так вот ну так что думаю штампы конечно использовать буду но этот момент конечно же оказался не очень приятным далее также заказала я еще два набора ножей это ножи для создания цветов они ко мне немножечко долговато шли я сейчас вам покажу чем мне понравились эти наборы понравились тем что здесь сразу кроме цветка самого который можно сделать к нему также есть и листья и стебель то есть все для того чтобы сделать полноценный цветочек на веточке здесь у меня нож для создания мака как вы видите есть вот два ряда лепестков большой и поменьше также два вида листиков есть вот такие вот как бы местами не совсем понятные мне детали и также есть вот такая вот ножка почему непонятные я сделала мак сделала его из ткани он у меня честно говоря уже полежал был у меня такой какой-то более красивый долго у меня лежал долго это видео я собиралась снять я сделаю его из ткани а серединка у меня здесь сделано из картона карт стока и в принципе да использовала я получается вот этот нож который делает такую вот внутри серединочку вот эту черную в качестве кружочка в маке внутри я использовала вот этот нож здесь он сразу врубывает два маленьких кружочка а вот этот вот нож гармошечка мне его назначение честно говоря совершенно непонятно то есть получается с него вот такая вот вырубка я изначально думала что нужно ее как-то закрутить вот и потом распрямить для того чтобы получились как то вот так вот зубчики да для того чтобы сделать красивую серединку у мака но это абсолютно не нужно потому что здесь есть вот такая вот серединка можно конечно и два ряда сделать но ну оно очень мелкое и склеить его не получается честно говоря не знаю может быть если вы сталкивались с этим набором ножиков и если у вас есть подобное может быть вы знаете тогда напишите мне в комментариях но в принципе вот это вот абсолютно достаточно да для того чтобы сделать мак потому что я не буду делать какие-то там супер реалистичные букеты или же какие-то там заколки то есть это чисто для скрабукинга и ну вот такого плана цветка я считаю что вполне достаточно для работы но вот это вот деталь как бы мне не совсем понятно но в целом нож мне нравится честно говоря делала я вырубку из стебелька но сейчас не могу его найти уже не буду повторять то здесь в принципе все понятно стебелек и вот такая вот маленькая бубочка бутончик и также еще один набор также но это все заказывая у одного продавца ссылки постараюсь вам не забыть оставлю это вот такой вот нож здесь у меня как видите уже даже еще не вырубка не вся у меня здесь вытянута для создания цветочков вот такие вот здесь сами идут цветочки и изначально когда я его заказывала я думала что может быть получится из него сделать цветы а-ля польские гортензии знаете вот такие я думаю очень популярны и их но негде купить честно говоря они когда-то были в скраб юэй но их там давно нет в наличии и я как-то их больше нигде не встречала и также здесь идут такие вот еще ну буквально такие палочки какие-то соломинки для того чтобы сделать травку такую или же стебельки под этот цветок сам цветок я попробовала сделать но правда вот этот чашелистик у меня это из другой вообще оперы вот но вот так вот выглядит сам цветок двойной конечно стоит его наверное сделать по лучше по интереснее потому что здесь у меня просто карт сток и он так немножко пыталась его затонировать притонировать чтобы он не был совсем уж таким однотонным но как-то еще не очень надо в общем собственно говоря будет поэкспериментировать здесь у меня такая вот серединка из микробисера но в общем то надо будет как-то еще потренироваться вообще мне очень нравятся эти ножи я их заказываю это уже не первое и не второй нож которые именно для создания цветов и мне кажется вот сейчас получу если как наделаю красивенных реалистичных цветов и будто у меня шикарные цветочные композиции но как показывает уже мой опыт они приходят и просто у меня лежат честно говоря они как-то у меня руки не доходят для того чтобы их вот именно их наделать красивых и потом использовать в работе либо у меня просто результат получается не совсем такой как я ожидала но с этим цветком честно говоря как-то вот не знаю ли делать его уже однотонным без всякой тонировки просто вырубить его из какого-то цветного может быть цветного картона карт стока либо же из скраб бумаги просто сделать сложить и все и не морочить голову с какими-то там еще прожилками чем-то еще но вот как-то так то есть в принципе нож неплохой цветочки из него можно делать просто нужно потренироваться и нужно выбрать для себя какой же какой же вариант цветкам больше всего будет сам интересный так сказать и еще один нож это просто апогей мои вот то ради чего то что я хочу вам рассказать апогей так сказать китайской изобретательности это пришел мне вот такой вот нож я вам сейчас ставлю картинки и вы посмотрите что у продавца показано на превью а именно продавец предлагает сделать домик как вы видите домик есть ну варианты да один и тот же домик его можно оформить абсолютно в разном стиле это может быть как мрачный готический замок может быть рождественский домик может быть просто какой-то сельский домик но исходя из картинки превью домик должен получиться очень очень интересным многодетальным и я так себе как бы посмотрела и в принципе понимала что домик будет небольшого размера скорее всего но я думала что хотя бы там два три таких сделать может быть разного цвета немножко в разном стиле и оформить такую как бы мини рождественскую деревеньку приходит вот такой вот нож и собственно говоря что из него получается я вот здесь вот уже все вырубила во первых детали он что-то вырубил но остальное осталось не вырубленным и соответственно то есть вот это вот негатив да он скорее всего здесь не нужен ну вот например окошко вместе с частью крыши по-любому она не будет использоваться вместе то есть здесь нужно окно отрезать потому что она сюда однозначно она не может быть здесь вместе вот эти вот все части то есть я честно говоря сейчас уже не буду крутить вам показывать я вот это вот тоже нужно все отрезать потому что ну никак эти двери они не могут вот двери они никак не могут быть здесь и что самое самое в этом всем кроме того что это все нужно отрезать самостоятельно дорезать доогибать потому что здесь всего этого не хватает посмотрите какие детали у дома то есть даже если предположить ну во первых ну по картинке видно да какой должен быть дом у него должна быть еще большая такая как башня посередине для нее вообще нет нет ничего и если предположить что вот эта сторона дома дах фасад допустим там пусть их нужно вырубить таких деталей две и сложить их вот так да сбоку посередине сделать еще какой-то промежуток но фасад не может быть у стены вырезан вот так вовнутрь то есть у любого домика идет вот эта часть стены она тут вот так треугольником вверх для того чтобы сверху на нее укладывалась крыша и если посмотреть на картинку превью то все фасады домика в которой там сбоку они имеют вот такую вот сторону то есть здесь мало того что здесь детали вообще левые они вообще не соответствуют деталям которые нарисованы на самом домике но они еще и сделаны неправильно и они как-то все соединены неправильно то есть нет никакой инструкции нет ничего и все потому что этот домик вообще он просто не собирается он не собирается ни во что я уже молчу про то чтобы сложить из него то что нарисовано на картинке но благо все таки я это все сфотографировала я все это открыла спор выложила и мне полностью стопроцентно вернули стоимость этого ножа потому что ну вот это все это просто ну никуда не нужно просто нужно выбросить его в мусор единственное что можно отсюда использовать это вот такой вот заборчик я думаю что его как часть такую вырубную вырубную да можно использовать тоже вот это окошко например его можно отсюда отрезать и в принципе где-то может быть оно пригодится ну а вот эти все детали соответственно они никуда не годные и абсолютно не нужны поэтому конечно на алиэкспресс попадается много хороших ножей у меня много ножей с алиэкспресса которыми я с удовольствием пользуюсь но вот это это еще хорошо что у меня этот ножик стоил там 5 чем-то до долларов есть такие наборы другие там варианты да этих домиков я посмотрела их очень много и прям загорелась мне так хотелось их несколько разных но хорошо что я не заказала их много заказала только один думаю попробую если а все будет окей то тогда я закажу себе еще там цепушечки есть для такой создания мини деревеньки вот то есть есть ножи которые больше 10 долларов стоят некоторые изделия и для того чтобы получить и получить вот такой вот то есть я не знаю из чего они делали свой домик который показан на превью но однозначно не при помощи вот этого вот ножа так что вот такие вот эти мои алиэкспрессовские покупки мои небольшие разочарования были у меня еще была у меня еще одна небольшая покупка в принципе как бы особо показывать нечего вот такие вот примовские цветочки это какие-то старенькие коллекции они были дешевле но честно говоря я ожидала что цветочки будут покрупнее потому что у меня когда-то были вот подобные какой-то примовский набор но там цветы были ну раза в полтора точно больше но в принципе ладно так же там несколько новогодних чипиков честно говоря не делаю я в этом году ничего новогоднего еще сделаю постараюсь сделать вам обзор своего джанка новогоднего щелкунчиком который вы видели уже обзор но так немножечко рассказать о нем но это уже все будет во влоге а то что касается моих покупок то на этом все пока пока